И вот, когда наконец-то наши друзья закончили свои опасные и изнурительные тренировки, одним тихим звездным вечером они сидели и размышляли, что же им делать дальше. Они сидели у костра. Ква, Халид и Изуми. Жевали вяленое мясо. Кво лежал между Ква и Изуми. Он уже солидно подрос и нередко жевал всякую гадость. Нет, он не отказывался от лакомств, что давал ему Ква или Изуми, но и не упускал возможности почавкать чьей-нибудь рукой или ногой. Костопес уже настолько возмужал и заматерел, что смело влетал в толпы верещащих бандитов и разгонял их. Кво вальяжно раскидывал бедолаг и горделиво брал свой трофей. Затем он мастился рядом с Ква или Изуми и торжественно, как бы показывая, что он добытчик, чавкал конечностью. Друзья сидели молча и каждый думал о своем. Хворост в костре мерно потрескивал и после каждого потрескивания отлетала маленькая искорка. Огонь мерно танцевал свой причудливый танец. Он буквально завораживал сидящих вокруг него друзей. Изуми сидела, укутавшись в одеяло и загадочно смотрела на звезды. Ей нравилось смотреть на звездное небо. Звезды отражались в ее глазах и от этого ее глаза казались бездонными и волшебными. Ква что-то усердно читал и рассматривал на карте материка. Он делал какие-то пометки каждый раз, записывая их в записную книжку. Многозначительно хмыкал и снова уткнувшись в карту, сидел до следующей пометки. Халиджи в свою очередь просто пялился на костер. Ему нравилось смотреть, как горят дрова. Его успокаивал танец пламени и мерное мерцание света. «Что мы будем делать дальше?» — сказала Изуми, не отрывая взгляда от звездного неба. «Не знаю», — ответил Халид. «Может быть, вернемся обратно в великую пустыню и будем также добывать медную руду? Ты правда этого хочешь?» — ответила Изуми. «Это неплохой вариант», — ответил Халид. Он оторвался от огня, немного выпрямился и потянулся. Было отчетливо слышно, как у него хрустнули суставы. Он довольно крякнул и примастился поудобнее у костра. Кроме того, продолжал он. «Теперь нам не очень страшны голодные бандиты и песчаные ниндзя не страшны», — сказал Ква, оторвавшись от карты. «Но разве для этого мы так тяжело тренировались? Разве этого мы хотели, когда гнули спины, добывая медную руду, стирая руки в кровь? Мы купили хорошие доспехи, мы стали достаточно сильными. Так давайте же попробуем стать авантюристами. Давайте исследуем такие захаустия, о которых никому даже неизвестно». Изуми оторвала свой взгляд от звезд и стала удивленно смотреть на Ква. «Я предлагаю завтра пойти в Долину Смирения, а уже оттуда в Острова Тумана и там найти таинственный город, безродный. Однажды от купцов я слышал, что там есть такой город. Дойти туда очень трудно, путь туда преграждают туманники», — продолжил Ква. «Слышал, слышал», — внезапно отозвался Халид. «Город вроде бы основан беженцами, которых преследовала святая нация. Они там основали город, только этот город стал как их неприступным бастионом, так и их проклятием. К ним не может просто так пробраться святая армия. Но и уйти они оттуда тоже не могут из-за ужаса, который скрывается в тумане». «Именно», — сказал Сталаква. «Туда-то мы и пойдем». Той же ночью друзья собрали свои вещи и отправились в путь. Они шли по границе регионов, поймы и верещащего леса. Спускаться в пойму для них было опасно, так как там бродили роботы-пауки, которые представляли для них большую опасность. Эти древние машины охраняли несметные сокровища своих давно умерших хозяев. Когда-то давно на месте поймы был огромный комплекс по производству древних чудес. Об этом Ква узнал от торговца, который потерялся в пойме, и встретил загадочного скелета по имени Ожог, который поведал это купцу. Он проговорил с купцом несколько недель, пока тот не оправился от своих ран и не смог снова уйти в путь. Интересно, подумал Ква. Ожог это байка, которую купец ему тогда рассказал? Или это действительно древний скелет, и он и вправду где-то там стоит и ждет следующего посетителя? Тем временем друзья уже подошли вплотную к покорности и начали постепенно спускаться вниз по тропе. Вокруг все было мрачным, даже солнце не пробивалось туда своими лучами. Над путниками нависали огромные монолиты скалистых пород. Они были словно вырезаны неведомым скальпелем в земле. И то тут, то там. Периодически из скал торчали непонятные металлические конструкции. Они брали свое начало будто из-под земли и были как бы частью скал. И вместе с каменными столбами также упирались в небо, насколько хватало глаз, чтобы это увидеть. Кво сильнее прижался к ноге Изуми и жалобно заскулил. Он поджал хвост и весь дрожал. Спустившись по тропе на самое дно впадины, друзьям предстала ужасная, но тем не менее очень завораживающая картина. Там, в туманной дымке, на дне впадины, из-под поверхности торчали гигантские конечности и головы бегемотов. Они были поистине величественных размеров. Кво, Изуми и Халид застыли в благоговейном ужасе от увиденного. Изуми присела на корточке и потрогала рукой поверхность, на которой они стояли. Тут поверхность из твердого металла. Она совершенно гладкая и очень холодная, сказала она. Поразительно, выпалил Халид. Так значит, байки о древних это не вымысел и древние действительно запечатали тут свои творения бегемотов? Похоже, что так, ответил Кво. Кво тем временем безустанно жался к Изуми, давая всем видом понять, что ему тут не очень сильно нравится. Как только друзья начали подходить к островам тумана, Халид сразу же предложил подняться на гребень скалы и стараться двигаться по наибольшей высоте, чтобы по большей части находиться над туманом, а не в нем. Однако им все же пришлось спуститься в туман. Удобная горная гряда закончилась и надо было продолжать двигаться дальше. Спускаясь вниз, Изуми вдохнула в грудь воздух и, оглядевшись, произнесла. «Ребята, посмотрите, какая красота!» Они спускались по горной гряде, под ними густой пеленой клубился туман. Слева на небосводе виднелись два вечных спутника их мира. Солнце светило так приветливо. Кво восхищенно смотрел на все это и, еле-еле переводя дух, сказал «Это так прекрасно, даже не поверишь, что там в гуще тумана смертельная опасность будет нас подстерегать на каждом шагу». Кво, бежавший рядом, весело вилел хвостиком, и в прыжках его уши забавно хлопали. «Не обольщайтесь», выпалил Халид. «Тут красиво, но до безродного нам вряд ли удастся дойти целенькими». Они спускались все ниже и ниже в слои тумана, будто погружаясь в молочный кисель. И тут каждый раз туман становился все гуще и гуще. Там, в нижнем слое тумана, видимость была почти нулевая. Они шли фактически на ощупь, натыкаясь то на огромные волны, то на ржавые детали каких-то исполинских механизмов. И тут им послышались чьи-то шаги. Было слышно, что параллельно с ними бежит кто-то еще. Кво повернул голову и стал пристально вглядываться в туман. Кво, в свою очередь, насторожился и ощетинился. Его шерсть вздыбилась, как щетка, по всему позвоночнику. Он бежал рядом с Изуми и настороженно рычал. И тут шаги затихли. Друзья же остановились и стали прислушиваться. «Может быть, это торговцы?» — сказал Халид. «Не думаю», — ответила Изуми. «Кво слишком насторожен. Вряд ли он на торговцев стал бы так рычать. А может, это злые торговцы?» — продолжал Халид. «Тихо», — прошептал Кво. «Слушайте». И тут из тумана послышался размашистый удар. Кво быстро обернулся и увидел, как два очень странно выглядящих Роя атаковали его, пытаясь оглушить костями, которые находились у них в руках. Он отпрыгнул в сторону и выхватил саблю. Изуми и Халид также быстро среагировали и блокировали подобные удары по себе. Кво хищно прыгнул в туман и одним движением челюстей откусил чью-то руку, державшую кость. Противники обступили Кво плотным кольцом, не давая ему и шанса на отступление или на перегруппировку. Он понимал, что друзья в такой же ситуации. Он крепко сжал саблю в руках и продолжал отражать атаки. И время от времени проводить контр-атаки, чтобы сразить одного, двух, трех врагов. Враги все прибывали и прибывали. Казалось, что их бесконечно большое число. Халиду повезло. Он стал крутить нападавших против часовой стрелки. И в результате этого враги были немного дезориентированы. Он ловкими выпадами разил одного врага за другим. Изуми старалась держать спину свободной от врагов, маневрируя на поле боя. Но ей это удавалось с трудом. И в конце концов враги обступили ее полностью. Они напирали так плотно, что буквально пытались раздавить ее. Их даже не смущало, что он отбивается от них катаной. Ее размашистые удары отсекали их части тела. У них отваливались руки и ноги. Но эти существа все равно продолжали напирать на нее. Казалось, они не чувствуют боли. Их может остановить только одно – смерть. Где-то рядом Кво издал жалобный вопль и, судя по звуку, упал без сознания. Туманники прибывали толпами снова и снова. Казалось, им не было конца и края. Они тянулись к жертвам своими руками, стараясь оторвать хоть кусочек плоти. Их безумные глаза олицетворяли вечный голод и пустоту. А зубы, что зияли в их пасти, наводили животный ужас. И с каждой новой волной Кво, Изуми и Халиду все больше казалось, что они не выйдут живыми из этой схватки. Однако, после того, как все нападавшие были повержены, Кво, Изуми и Халид стали перевязывать свои раны. Изуми нашла Кво неподалеку от них. Кво мужественно поверг небольшую группу нападавших. Его раны были достаточно велики, и от этого он упал без сознания. Изуми обработала раны Кво и перебинтовала их. «Кто это был?» – спросил Халид. «Ты не понял?» – сказал Кво. «Это же туманники. Смотри, синяя бледная кожа, хищные зубы, безумные глаза, кости и черепа вместо оружия и доспехов. Это определенно они. Так вот почему их называют ужасом безродного», – сказала Изуми. «Они не знают жалости и сострадания. Они ведомы лишь одним чувством – чувством голода. Они хотят пожрать все, до чего могут дотянуться». «Вот поэтому мы и тут», – ответил Кво. «Для нас это следующий этап в тренировках». «Следующий этап?» – воскликнул Халид. «Чему мы можем тут научиться? Как быть заживо сожранными?» «Доверию и взаимовыручке», – ответил Кво. «Мы должны быть очень слаженной командой. А без взаимного доверия и полной уверенности в соратнике команды быть не может». «А что мы конкретно будем здесь делать?» – спросила Изуми. «Мы ведь не только за доверием пришли сюда. Так ведь?» – Кво широко улыбнулся и сказал. «Да, если я верно помню, за головы принцев туманников дают неплохую цену тут. Но и за икру притарианцев туманников тоже весомая награда». «А ты не подумал, что ты мог нас тут похоронить?» – со злостью сказала Изуми. Халид повернул голову к Кво и добавил. «Изуми права. Будь мы чуточку слабее, то нас бы уже доедали. Вот поэтому я и привел нас сюда только после тренировок в верещащем лесу», – ответил Кво. «Будь хоть один из нас чуточку слабее, я бы сюда и шагу не сделал». Тем временем друзья потихоньку добрались до безродного. На город уже опустилась ночь, и они побрели в один из баров, где сняли покойко месту. Как только их раны затянулись, они спустились в бар. Продав немного барахла и купив вяленого мяса, они пошли бродить по городу, осматривая каждую улочку и выискивая что-нибудь полезное для них. Протискиваясь в тесном переулке, как раз возле очередного захудалого бара, к ним подбежал маленький и смешной Рой. Он был мельче обычного Роя рабочего. Малыш подбежал и стал пристально смотреть на них. Он хотел что-то сказать, но Робел и будто бы выбирал, с кем заговорить. Он переминался с ноги на ногу. Наконец, когда он уже набрался смелости, он подошел к Ква и заговорил. «Бип!» – с восклицанием произнес маленький Рой. «Привет, Бип!» – сказал Ква. Глаза малыша сделались очень большими, и он открыл рот от удивления. «Как ты узнал мое имя?» – спросил он. «Просто ты сказал Бип без причины, и я решил, что ты представился», – ответил ему Ква. «Так значит, ты гений?» – восторженно спросил его маленький Рой. «Да, так и есть», – утвердительно ответил Ква. Он посмотрел на малыша Бипа, и ему очень не хотелось разрушать его догадки. «Могу я к вам присоединиться? Я хочу стать сильным, стать мечником», – произнес маленький Бип. Он вцепился в руку Ква и стал пристально смотреть ему в глаза. Недалеко от Ква стояло Изуми и Халид. Рядом с Изуми стоял Кво. Изуми с умилением смотрела на этого малыша. Халид же, в свою очередь, зачем-то рылся в своем рюкзаке, совершенно не обращая внимания на то, что происходит. «По виду ты не очень силен», – сказал Ква. «У тебя даже нет оружия. Скажи, а какие-нибудь навыки у тебя есть?» – продолжил он. «У меня ничего нет», – с горечью произнес Бип. «Меня изгнали из Улья». «С еще большей горечью», – сказал он. «Просто за то, что ты все время говоришь». Бип спросил Ква. «Я... я ущербный. Не гожусь для Улья», – пропищал маленький Бип. Сказав это, он присел на корточки и сжался в комочек. Он стал качаться вперед-назад и хныкать. Нему подошла Изуми и обняла его за плечи. Маленький Бип пару раз всхлипнул и, подняв голову, сказал. «Но Бип не сдается. Бип сильный. С тех пор, как я покинул Улей, я чувствую, что мой разум меняется. Как я думаю, я чувствую себя свободным. Появляются мысли, которых раньше не было. Я хочу свободы. Но куда бы я ни шел, все пытаются меня убить или догнать». «Бип устал от беготни», – продолжал он. «Пора самому пырять всех, кто за мной гоняется». Ква подошел ближе, вздохнул и сказал. «Еще одно слабое ничтожество». На этой фразе Изуми резко дернулась и дала Ква поджопник. И, прошипев, сказала. «Следи за словами. Он маленький». И продолжила держать Бипа за плечи. «Сколько ты хочешь денег?» – спросил Ква. «Как ни в чем не бывало». «Денег?» – удивленно спросил Бип. «Я не знаю, что это значит». «Хорошо», – сказал Ква. «Добро пожаловать в команду». Сразу после этого Ква повел Бипа в магазин бронника. Он купил ему броню и дал арбалет, что находился у него в рюкзаке. Маленький Бип крепко сжал арбалет в руках и прижал его к себе. Схлипывая, он сказал. «Мне, мне впервые что-то дают просто так. Меня впервые не гонят и не бьют. Спасибо вам!» Ква похлопал его по плечу, и они пошли на улицу. Затем, рано утром, вся компания отправилась за пределы города охотиться на туманников. Они дошли до какого-то странного места. Вокруг были колья и тотемы с черепами. «И что делать дальше-то?» – спросила Изуми. «Не знаю», – ответил Ква. «Я думал, все будет куда легче». «Я, я знаю», – сказал Бип. «Нужна приманка. Бип будет приманкой. А вы охраняйте Бипа и бейте любого, кто захочет откусить от Бипа вкусный кусочек». После этих слов маленький Рой засунул свои ручки в цепи и стал делать вид, что он в них закован. «И что?» – протяжно прохрипел Халид. «Откуда туманники должны узнать, что тут еда?» Не успел он договорить, как из тумана послышались шаги. Друзья стали пристально смотреть, и на их удивление из тумана вышел принц туманников. Он не обращал внимания на них, а сразу же пошел к импровизированному обеденному столу. И только он принялся есть Бипа, как сразу ему рассекли клинком спину, и он упал замертво на землю. «Один есть», – пропищал Бип. «Берите его в голову. Это же целых шесть тысяч ад». Так друзья сражались почти целый день. Они воевали с принцами туманников и с претарианцами. Туманники, в свою очередь, вели себя странно. То прибегали принцы на обедню, то претарианцы, а иногда просто прибегала орда рабочих, которые то и дело пытались привязать к кольям всех, до кого они могли дотянуться. Они жадно и ожесточенно сражались, пытаясь разорвать Ква, Кво и его команду на кусочки. По прошествии какого-то времени, когда друзья уже были изрядно измотаны и изранены, ребята пришли к выводу, что они хорошо поохотились и пришло время вернуться в безродный. Они продали добытые тяжким трудом трофеи и устроились в спальных местах залечивать свои раны. Я надеялся, что ужасы островов тумана будут куда опаснее, сказал Кво. Не знаю, как вам, но мне очень страшно туда ходить, отозвался Бип. Нам довольно легко в тумане, потому что мы куда сильнее, чем были раньше, подхватил Халид. Если бы мы пришли сюда теми слабаками, что были, то нас бы уже доедали туманники. Это да, засмеялось Изуми. Будь мы слабее, то мы бы уже красовались на их тотемах. Я слышал, что у них есть главный принц, где-то в Акрановом заливе, сказал Ква. Бип, ты что-нибудь знаешь об этом? Спросила его Изуми. Ты же тут дольше нас. Маленький рой приподнял голову и пристально посмотрел на Изуми. Туманники появились давно. Давным-давно в Акрановом заливе был еще один рой с королевой, но туда пришли Акраниты. Они убили королеву, а после этого начали гнаться за выжившими, чтобы убить их. Те, в свою очередь, бежали в острова Тумана, а Акраниты долгое время не хотели идти в туман. А когда один отряд решился на это и вошел в туман, то они оттуда больше не вернулись. Другие же стояли, скованные страхом от ужасных звуков, которые исходили из тумана. Так появились туманники. А улей этот вроде как рядом со смирением и островами тумана. Хорошо, сказал Ква. Завтра мы отправимся искать павший улей. Посмотрим, может нам улыбнется удача, и мы изловим главного принца. А сейчас спать. После этих слов все потушили лучины и умостились спать. На следующее утро Ква, Кво и компания начали выбираться из островов тумана. Они шли, стараясь не привлекать к себе внимания. Лишний шум и стычки с туманниками им были не нужны. Выбравшись из тумана, они начали движение в сторону поймы по Акрановому заливу. Через какое-то время на горизонте показались разрушенные строения. Поначалу друзья подумали, что это святая шахта. Но когда на дозоре они увидели туманников, то поняли, это как раз то место, что их интересовало. «Как поступим дальше?» спросила Изуми. «Ворвемся!» крикнул Бип и побежал с диким криком на туманников. Не успел Бип добежать и начать драться, как ему тут же прилетело дубиной по голове от стражи. Его подняли и понесли вглубь базы. «Вот балда!» проревел Ква. «Это же надо какая он балда!» «Что есть, то есть!» сказала Изуми. Халид просто держал руку на лице и мотал головой в знак неодобрения. «Ну что ж», — заявил Ква. «Давайте выручать нашего горе-друга!» Друзья выхватили оружие и побежали приступом брать этот лагерь туманников. Пока Ква, Халид и Изуми поясняли туманникам за Бипа, Кво весело бегал и откусывал у нападавших туманников конечности. Он проглатывал их целиком. Те, в свою очередь, жалобно ползали за ним, пытаясь догнать. Но Кво обгонял их и откусывал следующую конечность, также проглатывая. Увидев это, Ква рассмеялся и произнес «Ха-ха-ха-ха! Кормите своих любимцев правильными конечностями, и они будут большими и сильными, как Кво!» Кво в знак одобрения громко гавкнул и, виляя хвостиком, откусил еще одну конечность, радостно похрустывая ею. Когда пыл битвы утих, друзья нашли Бипа, который был прикован к шесту, и пытался вскрыть замок. «Вот те нааа», сказала Изуми. «Бип, ты бы иногда думал, прежде чем делать». Бип не придал значения ее словам. Он был слишком сосредоточен на вскрытии замка. Друзья рассмеялись. «Ну не будем ему мешать», заявил Халид. И тут из-за угла вышел он, большой принц. Он был одет в одежды, что не было характерно для роя, тем более для туманника. Халид и Ква с Изуми быстро накинулись на него и несколькими точными ударами отправили в нокаут. «Давай, Бип, вылазь», сказала Изуми. «И больше так не геройствуй понапрасну. Мы могли и не успеть». «Но ведь вы успели», пропищал Бип. «Успели, малыш, но в следующий раз не испытывай судьбу», ответил Халид. И они пошли через окранов залив в сторону Блистер-Хилл. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Всего вам хорошего. Пока-пока. Бип-бип.